И сегодня мы с вами поговорим на тему готовности к служению. Очень часто задаваемый вопрос, и он вполне логичный. Каким образом люди попадают в команду прославления? Есть разного размера церкви, есть разная культура в церквях, есть разное представление о качестве прославления. Поэтому, естественно, я буду делиться тем, какие критерии есть у нас, ну и в общем мы поговорим, какие они могут быть в других церквях. Почему этот вопрос так сильно важен? Он важен по той причине, что у всех людей есть разное представление о том, когда человек может быть готов к служению. И поэтому к вопросу люди много спорят, много было сломано копии об этот вопрос. Но давайте постараемся взвесить здраво вот эти критерии, найти их вместе сейчас. И найти их для того, чтобы в итоге употреблять в наших служениях. Критерии готовности. Есть много разных классификаций, есть разный опыт. В каких-то командах человек должен приходить на репетиции на протяжении месяца, трех месяцев, для того, чтобы получить какой-то доступ к первичным прослушиваниям и так далее. То есть показать свои намерения. Где-то ты должен выучить определенный объем репертуара, для того, чтобы тебя взяли. Но все-таки вот если укрупненно посмотреть, что важно, что важно для того, чтобы наши команды росли, развивались и ничто нам не мешало. Мы постарались все возможные критерии объединить в три, по нашему мнению, самых важных. Звучат они так. Это духовная готовность или зрелость. Это душевная зрелость или готовность. И это профессиональная готовность. Вот таких три основных момента. И давайте сейчас их один за другим разберем. Почему они все важны? Знаете, это как принцип библейский. У нас есть дух, у нас есть душа, у нас есть тело. Мы не только дух, мы не только душа и мы не только тело. Мы такая совокупность этих трех вещей вместе собраны. И именно по этой причине, для того, чтобы человек мог созидать служение, а не разрушать его, он должен быть готов по всем этим трем направлениям. Первое. Это духовная готовность. Для того, чтобы мы делали служение, и для того, чтобы у нас было одинаковое понимание, человек, по крайней мере, должен пройти какое-то базовое, вот в разных церквях это по-разному называется, где-то это библейская школа, какие-то курсы, да. Но он должен иметь базовое представление о ценностях церкви. Мне, например, нравятся критерии, по которым попадают служители прославления в церкви Вифиль, например, в команду. Мы, честно, очень много берем принципов из их служения, не копируем их служения, но берем какие-то вещи, которые могут работать и в нашей церкви, в нашей стране. У них, например, чтобы человек попал в служение, он должен разделять ценности, он должен пройти определенное обучение на их библейской школе, да. У них это называется БССМ, школа сверхъестественного служения. Почему важно, чтобы человек разделял ценности? Когда дело доходит до богослужения, дело доходит до отношений, до построения отношений, до построения служения, для того, чтобы не было споров таких вот теологических. Кто-то верит, что руки нужно поднимать и хлопать Господу, кто-то не верит, в разных динаминациях это по-разному. Кто-то громко прославляет Господа, кто-то тихо. Вот чтобы все вот эти моменты убрать, чтобы наше духовное основание, оно было четкое, нужно в идеале, чтобы каждый член команды прославления прошел какое-то обучение, библейскую школу, либо что-то, какие-то курсы, в общем, чтобы вот эта база, она была одинаковая. Или, по крайней мере, чтобы человек, он четко понимал ценности церкви и разделял их. То есть я говорю, что в разных церквях есть разные уровни этих критериев, но человек должен разделять эти ценности. Не должно быть внутренних конфликтов с тем, что происходит в церкви. Тип ведения богослужения, как ведет прославление, как происходит проповедь и так далее. Человек должен быть спасенным. Человек должен переживать Духа Святого. В идеале человек должен быть крещенным Духом Святым, потому что в процессе поклонения мы часто поем на языках, мы молимся иными языками, и должно быть отсутствие вот этого диссонанса, что кто-то говорит на иных языках, кто-то это не приемлемо. В общем, для нашей команды человек должен быть спасенным, должен читать молитву покаяния, примириться с Господом, и он должен говорить на иных языках. Для нас это важно. Следующий момент – это душевная зрелость или готовность. Вы знаете, что человек, который принимал любовь в своей жизни, он может ее и отдавать. Человек, исцеленный внутри, он может исцелять. К сожалению, люди раненые, у которых есть какие-то душевные раны, душевные какие-то проблемы, они могут из-за этих душевных проблем приносить разрушение, они могут приносить разрушение в отношения. Таким образом, в моменте, когда происходят какие-то рабочие процессы, человек может вместо созидания, может приносить разрушение. Поэтому вот этот второй момент – душевная готовность или душевная зрелость, она должна присутствовать. И третий момент – это профессиональная зрелость. Мы вначале говорили о том, что есть разные церкви разных размеров, где по-разному понимают качество музыкальное. И в соответствии с размером церкви человек должен быть готов профессионально. Я не говорю, что для всех церквей одинаковые критерии. Например, в каких-то церквях, возможно, ты должен обязательно иметь музыкальное образование, закончить консерваторию, иметь навыки профессиональные, игры на инструменте либо пение. И без этих базовых вещей тебя не возьмут. Это знаете, как вот, когда ты устраиваешься на работу, есть формальные критерии приема на работу. Ты просто заполняешь какую-то анкету, либо ты даешь резюме, и люди смотрят на формальные критерии, которые они выставляют. Например, должно быть высшее образование или два высших образования, опыт работы, не менее пяти лет. И без вот этих формальных критериев тебя просто даже не рассматривают как кандидата. Точно так же в церквях с высоким музыкальным уровнем есть такие требования. То есть без этих формальных моментов с тобой даже не будут разговаривать о прослушивании. Потому что это важно для того, чтобы была коммуникация музыкальная на высоком уровне в команде. Но есть маленькие церкви, и есть церкви, которые только стартанули. Например, в какой-то глухой деревне началась церковь, и туда поехали миссионерами пастор и лидер прославления один. И этот лидер прославления, знаете, еще не вполне душевно исцеленный. Он, может быть, еще даже не вполне освободился от каких-то привычек пагубных. Но Бог с ним работает. И вот на этом этапе, возможно, даже нет необходимости употреблять какие-то жесткие критерии, но иметь во внимание то, что человек очень искренний, он талантливый, он искренний, и он любит поклоняться Господу. Возможно, это просто гитара старая, со старыми струнами, но он поклоняется, и его сердце, оно высвобождает Божье присутствие. Его поклонение сердечно, оно высвобождает Божье присутствие просто на обыкновенном инструменте. И, возможно, такие критерии подходят для такой церкви. Поэтому профессионализм очень сильно важен, но уровень этого профессионализма, он может быть разный, или требования к уровню профессионализма, может быть разные для разных церквей. Вот, резюмируя еще раз эти критерии готовности, скажу, повторю еще раз их. Это душевная готовность, это духовная готовность, это профессиональная готовность. Если человек готов по всем этим трем направлениям, он будет способен приносить рост в команду, он будет способен приносить созидательную энергию в команду, и команда в итоге будет расти. Возможно, мы более подробно на эту тему поговорим в следующих передачах. А пока я прощаюсь с вами, увидимся в следующий раз.